С 6 по 10 марта в Сочи общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» проводит второй всероссийский молодежный спортивно-образовательный фестиваль «Здравствуй, Сочи!» под девизом «Мир без барьеров», посвященный 11-м паралимпийским зимним играм. В форуме приняло участие 1200 школьников и студентов из 80 регионов нашей страны. Ребята посетили церемонию открытия паралимпиады на стадионе «Фишт», поболели за российскую сборную на паралимпийских аренах. Если биться, то за медали, в биатлоне, на стоп-десятку, а в хоккее, в стоп-катиналах! Конкурсная игровая программа включала в себя фестиваль региональных гостиных «Гостеприимная Россия», конкурс «Выдающиеся олимпийцы и паралимпийцы и наши земляки», творческий конкурс рисунков «Мир без барьеров». Среди конкурсов был и проект «Полотна». Каждая команда фестиваля получала от организаторов ткань, на которой ребята рисовали свой регион, как они его представляют. Среди ребят было и множество творческих коллективов. Резиденция российского «Деда Мороза» как раз и стала единственной площадкой на паралимпиаде, где выступили начинающие артисты. После своего выступления детям удалось пообщаться и с самим «Зимним волшебником». «Было очень весело. Мы сходили на соревнования, очень сильно все понравилось, болели за наших спортсменов, удачи им в играх». «Мы приехали из города Геленджик, представляем Краснодарский край, и кто, как не мы, должны поддержать его. Поэтому видим сорванные голоса, старались как могли. Как бы желаем и нашим спортсменам, и вам, Дедушкам Мороза, здоровья, и как бы, чтобы у всех все получилось. Все это настолько поединок питается и передается аж до мурашек. Поэтому спасибо вам огромное. Дедушка Мороз, вы тоже были украшением этой олимпийского парка, резиденции. Мы счастливы, что здесь оказались. Не остались ребята и без подарков. Дед Мороз также пригласил Дед Ворону навестить его снова. Только на этот раз в его отчине, в Великому Стюге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok